Открытие 11-й Международной Ассамблеи Художников «Пластовская осень» прошло в селе Преслониха на родине народного художника. Началось всё с богослужения в храме Богоявления Господня, когда-то построенном предками Аркадия Пластова. Вот сейчас мы находимся в этом храме, который вновь вбирает в себя те духовные основы, которые были заложены в него нашими великими предками и добрыми христианами, которые здесь молились. Он восстанавливает свой внешний вид, он восстанавливает своё духовное содержание. Этот храм интересен тем, что является ещё и музеем, где хранились иконы, выполненные семьёй Пластовых. В этом году он пополнился резным иконостасом, который был сделан учеником мастера Александром Гордеевым. Этого художника из Сурского представил прямо в храме Николай Николаевич Пластов, внук Аркадия Александровича. «Самый тёплый, самый близкий, наверное, друг давней нашей семьи, все наши жизни, судьбы, размышления проходили где-то рядом, где-то вместе. Мы говорим на одном языке. И вот то, что я с детства знаю Сашу Александра Степановича. И вот это его стараниями. И сейчас мы стоим на фоне вот такой великолепной резьбы». Как отметил сам художник, процесс оформления храма ещё не замершён. Предстоит огромная работа по созданию малого иконостаса и оформлению резьбой остального храмового пространства. После молебна в храме все участники открытия, несмотря на по-настоящему осенний дождь, проехали на погост, где состоялось возложение цветов на могилу Аркадия Александровича. Здесь покоятся все предки семьи Пластовых, начиная с 19 века. В этот же день в Преслонихе в музее-усадьбе Пластова открыли сразу две выставки. В экспозицию проекта «Архангельский первый учитель Пластова» вошли 13 подлинных произведений первого учителя Аркадия Пластова Дмитрия Архангельского. Среди работ картины, посвящённые старому городу. «Симбирск», «Зимнее утро», «Первый снег», «Вид старого венца», «Старый Симбирск», «Театральная улица». Пластов чтил, дружил, поклонялся всю свою жизнь Дмитрию Ивановичу Архангельскому, считал его честнейшим, талантливейшим, скромнейшим. И вот на самом деле так, человеком, так случилось, что огромная часть его наследия попала, вернулась в Ульяновск, из которого он уехал в начале 30-х годов, на самом деле опазаясь каких-то, так сказать, для себя гонений, потому что он был интеллигентом, потому что он занимался всю свою жизнь спасением, сохранением памятников, их фиксацией. В соседнем зале музея впервые представили экспозицию Аркадия Пластова, «Родник от этюда картине», представляющая историю создания знаменитого произведения Пластова «Родник». Он был создан в 1952 году и имеет несколько повторений и этюдов, которые предоставила семья Аркадия Пластова. Здесь же состоялась наша беседа с учеником Пластова Александром Гордеевым. Рассматривая этюды учителя, на него буквально нахлынули воспоминания. «Был момент, я приехал показывать свои работы, и вот сзади мастерской, там, в огороде, он говорит, вот давай, пиши этюд. Он мне все рассказывал, показывал, ну и сам он тут что-то делал, я, значит, пишу, 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 все-все. Потом он подходит, вот так подходит, смотрит, 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 да кисточку, берет эту кисточку, раз, 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 ох, и все, сейчас этюд, у меня хранен, у меня стоит». Важным событием этого дня стало и открытие международного пленэра «Мир на кончике кисти». Прикоснуться к нашей истории, к нашему российскому искусству и к творчеству Пластова, ну, этого многого стоит. Я, конечно, жду от пленэра. Просто хочу поработать в этой атмосфере, где работал Аркадий Пластов. Все 12 участников пленэра – профессиональные художники, самобытные мастера, отличающиеся неповторимой индивидуальностью, стилем творчества. Среди участников – Дмитрий Перемяков. «Я очень знаю много династий, пкачевок, хугачей, то есть мы дружим. Вот как пластовскую землю я ни разу не видел. На выставках бывал, а ощутить своими глазами, все это прочувствовать, где-то я здесь». Бессменный куратор группы, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ерик Нурдинов. Он нас пригласил в свою мастерскую на творческой даче. «Говорят, что художники, они работают, когда приходят вдохновение, это все ерунда, чепуха. Этому не верьте никогда. У нас такая же профессия, как и любая другая. Мы должны с утра до вечера стоять у мольбертов, сегодня пишут картины, завтра идешь на этюды, собираешь материал, или творческая встреча, или работа с молодыми художниками, или грутуешь холсты, делаешь подрамники. Это ежедневный труд. У нас нет отпусков». Международный пленэр «Мир на кончике кисти» завершит свою работу 13 сентября. Лучшие работы его участников пополнят фонды Ульяновского областного художественного музея. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.